На этой неделе мир потрясен невероятным событием. Горел легендарный Нотр-Дам-де-Пари. Огонь бушевал почти 12 часов. Миллионы людей в прямом эфире наблюдали, как падает объятый пламенем шпиль собора, как обрушивается кровля, как прямо на улицах плачут и молятся парижане. Всю неделю весь мир обращается к Франции со словами утешения и поддержки. Но это, конечно, не просто несчастный случай. Невозможно не увидеть в этом пожаре символ, исчезающие христианские ценности Европы. Современной Франции безоговорочному лидеру европейской толерантности и гуманистического лицемерия, где вместо отца и матери родитель номер один и родитель номер два, этот собор сегодня просто не нужен. Нотр-Дам ведь это не просто здание, это символ человеческих свершений, торжество христианской католической цивилизации над дикостью. И вот он утрачен. Что стало причиной трагедии и что удалось спасти, разбиралась Яна Подзюбан. Над сеной разносится молитва межпарадных фасадов, по улицам Парижа несут крест. Богослужение Страстной недели без главного собора Франции, но во его спасение. Сегодня мы надломлены разрушением Нотр-Дама, но мы знаем, как возродиться, и история помнит, мы можем. Архиепископ Париж – один из немногих, кто был на срочном совещании в Елисейском дворце. Пожарные к тому времени едва закончили тушить Нотр-Дам. Собор парижской богоматери горел 15 часов. Разрушения гигантские. Тушить пожар авиации отказались сразу. Масса воды, сброшенная на собор, просто смыла бы его. Пожарные знают устройство собора, как свои пять пальцев. Но старинному дереву достаточно мгновений, чтобы разгореться. Под куполом проходит вентиляционный туннель. Сработал, как тяга. Плюс очаг на крыше, не дотянуться. Нам еще повезло, что леса были хорошо установлены. Если бы они рухнули вслед за шпилем, то весь собор сложился бы, как карточный домик. Случайное возгорание в ходе реставрационных работ считают главной версией. Допрашивать работников начали еще в ночь пожара. Я шокирован. Это катастрофа. Мы начали работать и рассчитывали реставрацию проводить постепенно, 10 лет. Теперь нужно будет с удвоенной силой работать, чтобы хотя бы восстановить то, что было. Нотр-Дам горел уже час, когда началась эвакуация. Внутри, как сказал настоятель собора, ничего, кроме слабого запаха гари. Снаружи клубы дыма уже заволакивали небо. Тогда Патрик Шове призвал французов молиться. Теперь вопрос, куда вернется его паства? Мне президент пообещал, что мы войдем в собор через 5 лет, так что мы готовы бороться. А как вам идея элементы современной архитектуры сделать? О, нет, нет, нет. Речь об элементах, которые утратили полностью. Средневековая кровля, часы, свода центрального нефа и знаменитый шпиль. Впервые собор лишился шпиля во время французской революции. В 19 веке его спроектировали заново, в соответствии с представлениями того времени об идеалах готики. Новодел критиковали, но со временем он стал таким же символом Парижа, как и сам собор. Потерян безвозвратно. Еще свежара на утраты. Во французском обществе разгорелась полемика. Переполох вызвал заявление премьер-министра республики. Он объявил конкурс на проект шпиля в соответствии с задачами нового времени и добавил. Вопрос в том, стоит ли перестраивать шпиль один к одному. Так что вполне возможно в будущем Нотр-Дам будет украшать шпиль в стиле, ну скажем, пирамиды Лувра. Эти кадры облетели весь мир. Срывающийся в огненную пропасть шпиль ранил сердца. Но что творилось на душе у этого человека, сложно даже представить. Правнук автора шпиля, архитектора Виолелли Дюка, наблюдал, как сгорало наследие его семьи в прямом эфире. Слезы текли, а потом стало физически плохо. Я болею уже несколько дней. Когда упал шпиль, мне внук прислал сообщение. Почтенная дама вновь возродится. Два века назад имя его прадеда произносили с сарказмом. Это он 200 лет назад реставрировал Нотр-Дам и сделал его таким, каким мы знаем его теперь. Построил шпиль на свой вкус, посадил на фасад статуи химер, ставших символом собора. Сегодня Дюка считает основоположником французской реставрации, архитектором-новатором, гением. Но в любви к готике отказать ему никто не мог. Ни тогда, ни сейчас. Архитекторы захотят применить новые материалы. Почему нет? Но что касается стиля, ну простите, я совсем не представляю шпиль в стиле модерн. Собор Парижской Богоматери – наслоение восьми веков истории, архитектуры и искусства. Какой период считать аутентичным? И насколько далеко во времени смогут зайти реставраторы? К примеру, сгоревшая кровля собора ученые так и не смогли понять до конца устройства средневековой конструкции. Российская школа реставраторов знаменита как раз с сохраненными традициями. Помощь Владимир Путин предложил на встрече с представителями французского бизнеса. Я хотел бы выразить слова сожаления по поводу той трагедии, которая во Франции произошла в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери. Безусловно, это не только собор, не только символ Франции, это и символ общеевропейской цивилизации, европейской культуры. Мы все сожалеем, все смотрели на это со слезами на глазах. Я знаю, что французский бизнес готов помочь в восстановлении. Мне известно также, что те российские компании, которые работают вместе с вами, которые работают во Франции, либо вместе с французскими партнерами, тоже готовы присоединиться. Спасибо большое за ваши слова о том, что случилось в Париже. Действительно, собор Парижской Богоматери – это наш общий символ. И я слышал, что российское государство уже предложило свою помощь в реконструкции. Благодарю вас за это. К примеру, наши уникальные реставраторы-альпинисты. В первой неделе после пожара установить леса невозможно, камень перегрет. А сохранившиеся конструкции укреплять нужно срочно. Опасную сложную работу российские реставраторы выполняют на страховках. После укрепления, зачистка, горе и копоть въедаются в стены, в скульптуры и борьба с последствиями тушения. Луи де Сен-Лис реставрировал знаменитую готическую сестру собора Ноттердам в Шартре. Он считает, что сейчас самое главное – не восстановить утраченное, а сохранить то, что осталось. Представьте, Джоконда сгорела. Ее воссоздадим? Невозможно. Каждый памятник уникален со своей историей в сердце каждого. Ноттердам – это не просто готика, знаменитый фасад, уникальные интерьеры, неповторимые образы и материалы. Это элегантная дама, история нации, символ и наше сердце. Из Ноттердам до сих пор поступают тревожные новости. На этих кадрах видно, как пожарные спешно отпиливают скульптуру с северного фасада. Несущая конструкция крыши больше не поддерживает треугольный фронтон длиной в 15 метров. Если он упадет, увлечет за собой знаменитый витраж – единственно подлинную средневековую розу собора Парижской Богоматери. Кроме того, накренился и грозит рухнуть западный фронтон. Статуя ангела настолько обожжена, что треснула по всей высоте. От перегревания могут обрушиться знаменитые химеры. Тогда они повредят и старейший орган. В том, что собор удастся отреставрировать, заданный Макроном пять лет, сомневаются даже в его команде. Президент дал задание восстановить собор через пять лет, слегка по-военному, как в армии, ускориться и быстрее все сделать. Но важно, чтобы не сроки были главным реставрацией, а качество. Как минимум год уйдет на стабилизацию и понимание, как восстанавливать. Не нужно изобретений. Нужно восстановить то, что было. Нотр-Дам и так был прекрасен. За несколько часов Франция потеряла духовную опору нации. Мир – символ человеческих свершений. На обложке статистического журнала «Шарли Эбдо» искажен на кривой улыбкой лицо Макрона с горящим на голове собором. И подпись «Реформы. Начну с несущих конструкций». Читатели сошлись во мнении, карикатура слишком мягкая. Горящий символ нации сулит печальные времена. Сам пожар, словно миф из будущего, становится сюжетом искусства. Стихи на по всему миру художники пишут картины с одним общим мотивом. Любовь к Нотр-Дам. Одна она останется неизменной.